Уборка в подъездах – это часть содержания общедомового имущества, за которое платят собственники жилья. Пункт 126 о ежедневном мытье полов в подъезде новых санпинов эксперты назвали самым резонансным, так как частота уборки напрямую связана с оплатой труда коммунальных рабочих. Вода на полив земельного участка – тоже дополнительные расходы. Это повлечёт за собой увеличение суммы в платёжках. Собственники должны на своём общем собрании принять решение о том, какой размер платы они готовы вносить за содержание общедомового имущества. Только собственники должны это всё контролировать и осуществлять. Это средства собственников. Как пояснила заместитель председателя Ассоциации многоквартирных домов, в Сарове ситуация другая. В советских времён муниципалитет утверждал и по сей день утверждает размер оплаты за содержание общедомового имущества в многоквартирных домах, делая различные категории в зависимости от благоустройства. Новые санпины будут действовать 6 лет – до 1 марта 2027 года. В них вошли в том числе требования к содержанию площадок для накопления ТКО, к качеству питьевой воды, содержанию зданий и помещений при домовой территории. Исполнителем этих требований является либо управляющая организация, либо товарищество собственников. Плательщиками данных услуг, заказчиками являются собственниками. Но если будет установлен факт нарушения санпина, то наказание понесёт либо управляющая организация, либо товарищество собственников жилья. Пандемия научила людей быть требовательнее к уборке помещений и территории. На собственном опыте человечество убедилось, что распространение болезни можно остановить, соблюдая санитарно-гигиенические правила. Продолжение следует...